Продолжение следует... 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 Ну и как уже сегодня говорилось... Противопоказана комбинация лочевого и хирургических методов лечения. И действительно, в мире, начиная со второй стадии, это данные ФИГО, практически все больные, начиная со второй стадии, подвергаются химио-лучевому лечению. В России ситуация немножко другая. И при раке шейки матки химио-лучевое лечение проводится не больше, чем 10% больных. При этом обобщенных статических данных о выживаемости этих пациентов нет в зависимости от вида лечения. И тут приходится ориентироваться на публикации, выходящие из отдельных клиник, а по этим публикациям выживаемость не превышает, колеблется от 17 до 43%. И признать вот такую цифру удовлетворительной, на мой взгляд, нельзя. Если мы посмотрим на локализацию рецидивов, то по данным ФИГО и соседнем графике, это наши данные, она составляет где-то около 30%. При этом половина всех рецидивов локализуется в зоне первичной опухоли. Это свидетельствует о том, что, видимо, изначальное лечебное воздействие при первичном лечении этих больных оказалось недостаточным. В то же время 20% случаев прогрессирования рака шейки матки приходится на манифестацию отдаленных метастазов. Это все, прежде всего, легкие и параортальные лимфатические узлы, которые, правда, сейчас по новой классификации уже относятся к регионарным. Но, тем не менее, они не так часто входят в зону хирургического воздействия при первичном лечении. И вот здесь как раз можно было бы говорить о необходимости какого-то одевантного еще лечения, но это так сейчас выходит за рамки моего доклада. Всего в наше исследование вошло около 500, почти 500 больных раком шейки матки 2-й, 3-й стадии. Лечение мы начинали с новодевантной химиолочевой терапии в суммарной дозе 30 грей с еженедельным введением цисплотина по 40 миллиграмм. Далее больные обследовались, оценивался эффект, либо они подвергались хирургическому лечению, либо направлялись на лучевую терапию. А после хирургического этапа лечения заканчивалось начатое в новодевантном режиме облучение. В группе контроля составили больные, получавшие стандартную сочетную лучевую терапию. Но вот эти вот серенькие квадратики сейчас по новым рекомендациям, в том числе и отечественным, применяться в таких обычных больницах не могут. Мы обязаны сейчас лечить больных по стандартам. Поэтому последние где-то полтора года у нас появилась группа с новодевантной химиотерапией, в которой больные получали два курса таксолокарбоплотина с такой же последующей оценкой эффекта и решением вопроса о дальнейшем лечении. И в результате вот этой ситуации, когда химия лучевая терапия оказалась неприменима в обычной клинической практике, в рутинной, и на ее замену пришла новодевантная химиотерапия, у нас появилась возможность сравнить эти два вида лечения. Действительно, о эффективности неодевантной химиотерапии существует масса работ, и у нас в стране одним из основоположников этого направления оказался Лев Андрей Чешрафян, который в те годы его еще так слушали с некоторым скепсисом, потому что долгое время считалось, что химиотерапия при раке шейки матки вообще неэффективна и показана только как париативное лечение. Ну и действительно, в этих исследованиях продемонстрировано преимущество проведения новодевантной химиотерапии в сочетании либо с операцией, либо с последующим облучением по сравнению с хирургическим лечением или с лучевой терапией отдельно. Больные по стадиям распределились вот следующим образом, как представлено на слайде. В основном это были пациенты 2-й, 3-й стадии. В возрасте от 40 до 55 лет основная группа больных была такая. При гистологическом исследовании преобладал плоскоклеточный рак. Если сравнить вот эти две группы с новодевантной химио-лучевой терапией и новодевантной химиотерапией, то они оказались сопоставимы и по стадиям, и по гистологическому типу, и по возрасту. Средний возраст составил 47,5 лет. Сопутствующие заболевания также были, прежде всего, связаны с сердечно-сосудистой системой, с нарушением функции почек. И распределялись одинаково в обеих группах больных. Из гинекологических заболеваний в группе новодевантной химиотерапии чаще встречались кистоечников. Но это и объяснимо, потому что кистоечников нашими радиотерапевтами считаются противопоказанием к назначению лучевого лечения. На первом этапе мы оценили токсичность примененных схем лечения. И оказалось, что она совершенно сопоставима в обеих группах. Встречались гематологическая токсичность, тошнота, рвота. Все они были первой и второй степени, легко купировались и не вызывали задержки ни в сроках госпитализации, ни в преемственности лечения. В группе больных, получавших химиолочевую терапию, в нескольких случаях встретились характерные осложнения лучевой цистит, лучевой рептит, которые также быстро были купированы. На этом слайде представлен непосредственный результат проведения новодевантного лечения. И здесь обращает на себя внимание то, что объективный ответ, то есть полные частичные регрессы, достоверно чаще встретились у пациентов, в котором проводилось химиолочевое лечение. 51% против 36% у больных с неодевантной химиотерапией. Оценивался регресс опухоли и морфологическим критерием при исследовании операционного препарата. Так, почти в 7% был достигнут полный регресс, терапевтический патоморфоз в 68%. Полных регрессов, кстати, в группе больных, получавших новодевантное химиолочевое лечение, у нас не встретилось. В результате было прооперировано 84% больных из группы химиолочевой терапии и только 58% больных в группе химиотерапии. Операции, несмотря на большое количество публикаций, говорящих о том, что возникает большое число осложнений после химиолочевого лечения, таких данных в нашей работе не подтвердилось. Операции после химиолочевой терапии, после химиотерапии сопровождались небольшой кровопотери, небольшим числом интро- и послеоперационных осложнений и достаточно короткими сроками госпитализации. Больные все были выписаны где-то в среднем через 10-15 дней после операции. В связи с тем, что мы не так давно начали заниматься новодевантной химиотерапией, сейчас есть возможность оценить только однолетнюю безрецидивную выживаемость. И даже на основании вот этого анализа получается, что в группе химиолочевой терапии результаты оказались выше по сравнению с группой новодевантной химиотерапии. Исключение составили только больные второй стадии, при которых вот эти цифры оказались одинаковыми. Таким образом, группа больных с новодевантной химиотерапией, естественно, результаты их выживаемости оказались значительно выше, чем в группе химиолочевой терапии. Но в то же время, при проведении комбинированного лечения, включающего новодевантную химиолочевую терапию и операцию, результаты все-таки оказываются несколько выше. Пятилетние результаты лечения, комбинированного лечения больных и в сопоставлении с химиолочевой и сочетанной лучевой терапией. Но прежде всего, надо сказать, что в нашем исследовании подтвердились преимущества химиолочевой терапии над сочетанным лучевым лечением. И, наверное, этот метод должен потихоньку уже уступать все-таки вместо химиолочевой терапии у больных раком шейки матки. А в то же время, проведение комбинированного лечения оказалось достоверно лучше, чем проведение сочетанной лучевой или химиотерапии. Особенно это касается больных 2-й, 3-й стадии. При этом, в наше исследование оказались 7 пациенток, у которых после проведения новодевантного лечения мы недооценили степень распространения опухоли. И не смогли выполнить так называемую сейчас оптимальную циторедукцию. То есть у пациентов остались какие-то небольшие участки инфильтрации на стенках таза. Так вот, такие операции, как выяснилось, никакой пользы больным не приносят. И выживаемость этих пациентов оказалась такой же, как у больных, получавших химиолочевое лечение. По данным ФИГО, приведенным в 2015 году, когда еще комбинации лучевых и хирургических методов лечения допускалось, видно, что начиная со второй стадии преимущества комбинированного лечения оказываются очевидны. И особенно рельефно они уступают у больных с метастазами в лимфатических узлах. Так, пятилетняя выживаемость после комбинированного лечения больных раком шейки и матки третьей стадии достигает 60% против 30 с небольшим процентом при проведении лучевой терапии. Качество жизни таких пациентов тоже оказывается выше во все сроки наблюдения и обследования, чем после лучевого лечения. Ну и кроме того, говоря о преимуществах комбинированных методов лечения пересочетанной лучевой терапии, надо помнить о существующем риске радиоиндуцированных полиновоплазий, которые возникают при превышении оптимальных нагрузок во влагалище и прямой кишке и во многом зависят от осложнений внутриполосного и сочетанного лучевого лечения. В то же время дистанционное облучение не приводит к повышению риска радиоиндуцированных полиновоплазий, а в составе комбинированного лечения как раз именно дистанционное облучение и применяется. Риск этот начинает реализоваться с 6-го примерно года наблюдения и где-то к 30-му году оказывается более чем в 300 раз выше, чем в популяции. Ну и заключая свое сообщение, я бы, наверное, позволил себе предположить, что исключение из клинических рекомендаций возможности проведения комбинированного лечения, включающая химио-лучевой этап и затем операцию, может быть, имело бы смысл у какой-то группы больных все-таки оставить. Спасибо за внимание. Продолжение следует...